Привите этот духняный каравай от хлеборобов Могилёвщины и с пожаданиями передайте его нашему поваженному президенту Александру Рыгоровичу Лукашенко. Будем с хлебом! Пышные каравай, дома и сноповые овощи, печи с изысканными блюдами белорусской кухни. Славградь сегодня не узнать. В день до жинок в центре города выросла деревня, где хлебосольные ряды растянулись на несколько километров. Каждый район зазывает гостей, удивляет и угощает. Мы представляем драники по-быховски. Это драники с гречкой. Рецепт я забрала у моей свекрови. Очень вкусно и необычно. Пришли, чтобы посмотреть, как это все происходит. Это у нас первый раз такое в Славграде. Хотя бы покушать драный блин, не приготовившийся моим. Так интереснее покушать, когда кто-то приготовит. Конечно, все хорошо, все прекрасно, все красиво. Вообще замечательно. Дожинки вообще чудо. Дожинки – это всегда не только весело, но еще и сытно. Только здесь можно попробовать драники по старинным рецептам. Варенье и зеленых помидоров. И вот еще одна диковинка – колбаса длиною 53 метра. Каждый метр колбасы – это своего рода сводка полевых новостей. Сколько и когда было намолочено тон зерна и мясной деликатес не зря такой длинный. Ведь в этом году коровая региона потяжелел на 150 тысяч тонн. В битве за урожай участвовали больше 4 тысяч механизаторов. Есть кем гордиться. Сегодня вместе с нами будет и молодежь, которая показывает хорошие результаты и растет достойная смена. Сегодня вместе с нами ветераны труда, на которых надо равняться, которые внесли достойную лепту в развитие Могилевского региона. То есть мы собрали всех тех, кто отдает душу и сердце на благо нашего преднепровского края. Герои жатвы сегодня в первых рядах. В подарок хлеборобам – почетные грамоты и внушительные премии. Среди тех, кто впервые поднялся на сцену дожинок – главный инженер белынического сельхозпредприятия «Колхоз Родина» Сергей Иванцевич. На таком уровне получить такую награду – это очень приятно. Приятно, что тебя заметили в эту страду самую ответственную. Уборка, я считаю, хоть и преподнесла свои сюрпризы, но прошла на достойном уровне. Природа дала окно. Ну а мы сработали так, как должны были сработать. К празднику регион получил в подарок 7 тракторов. Также после реконструкции в Славгороде открылась центральная районная больница, которая объединила в себе стационарные и амбулаторные медицинские службы. Медучреждения обслуживают жители не только города, но и района. А это около 13 тысяч человек. Я не могу сказать, что Славгород находится очень далеко, но его территориальное расположение таково, что он достаточно, скажем, если не автономен, то удален от некоторых центров. Что не обозначает, что здесь нужно сделать кардиохирургию, но вот достаточность, еще раз повторюсь, для того, чтобы оказать почти основной круг видов медицинской помощи, будет сейчас выражен. И это один из тех элементов, которые мы будем копировать и которые мы выражаем во всех регионах. Пока в кабинетах только часть медицинской начинки. Сертификат на сумму 2 миллиона рублей от Министерства здравоохранения позволит в ближайшее время докомплектовать больницу всем необходимым. А это улучшит качество и доступность медицинской помощи в районе.